И сидела она, Галина, ещё и Ванна, но уже, наверное, не Кузнецова. И вертелась на языке у неё знакомое слово. Было тёплым оно, и носом она клевала. И смотрела на руки свои морщинистые, большие, которые раньше всё время вязали, шили, кого-то гладили, что-то держали, а теперь отдохнуть решили. И просто лежали. Бабушка нашей Галины застал царя Александра. Сынок тридцать с лишним лет уже спит в Афгане. А сама в какие только истории не влезала, но кому могла, всегда помогала. Но теперь приходят к ней внуки, приносят тёплые апельсины, и ешь будто то самое солнце Узбекистана. В 73-м и возвращаются силы. И Галя совсем не сморщенная, не усталая. Про стариков говорят, что они возвращаются в детство. Вот и Галя сейчас, перед тем, как на ночь переодеться, неожиданно куда-то сама вернулась. Смотрит, смотрит на руки свои и смеётся. Ну, у вас слишком старые. Это трясётся, и это трясётся. И сидит Галя в кресле, и всё заливает солнце. В пятке тихо чекочет трава, пахнет белым хлебом. И не помнит она, что вчера у неё болело, где лежит половина пенсии и вязания, как зовут медсестру и мальчишку соседа сверху. Галя просто сидит посреди огромного белого света и видит его, но уже не совсем глазами. А она-то думала, будет и сын, и бабушка с Александром Третьим. И Христос высоченный с бородой по пояс. А оказалось, что всё здесь просто становится этим спокойным светом. Вот она им стала. Когда успокоилась.